Мы провели проект помощи бездомным животным, который продолжался месяц, но рабочих получается 20 дней. За это время три ветеринарных врача, два ловца, администраторы и работники за животными стерилизовали, вакцинировали против вешенства 433 животных. Это было 415 собак и несколько котов. Мы их отлавливали на улицах города, вместе с социозащитной организацией, которая нам помогала, это Феникс, а также с волонтерами и просто жителями города, которые звонили, просили о помощи, потому что очень переживали, что их животных не вернули на улицу, не вместе на город. Мы стерилизовали всех собак и до этого лесу и кобели. Я считаю, что это было очень успешно. За такой короткий промежуток времени было стерилизовано большое количество животных. Но, естественно, после того, как у вас применится программа в городе, необходимо эффективно работать с решением данной проблемы. Потому что, когда мне говорят, что у нас очень много животных, да, согласна, но к этой проблеме мы шли многие года. Поэтому эта проблема требует и решения многолетние. Поэтому, когда многие пишут в интернете о том, что там метод ВСВ не работает, возможно, в чистом виде он действительно не такой будет эффективный именно в Николаеве. Но комплекс услуг – это и центр адопции, это и стерилизация и домашних животных, и действительно регистрация всех животных, чипирование, а также стерилизация отлов и выпусков под, например, кунских животных, под договор с волонтерами, позволит уменьшить количество животных на улице города. Вообще, я считаю, что действительно вот эта шумиха, такая поднятая в Николаеве бездомных животных, она немного не отвечает в реальность. Я согласна с многими людьми, которые говорят, что кусаешь, ходят в стаи, но ведь мы сами отвечаем за ту проблему, которую создали именно мы. Потому что это не собаки создали себя сами. Они не пришли к нам на улицы из космоса или, не знаю, из других городов. Конечно, с миграцией, но это именно наша с вами проблема, и мы ее должны решать именно гуманным методом, таким, а не эвтаназии там или полностью забрать их животных с улицы, что тем более не будет. Ни в одной стране не вышло. Когда говорят, что в Европе нет животных бездомных, это не совсем правда, смотря на то, что в Европе вы ездили. Есть действительно страны, которые много лет уже работают в решении проблемы, но там, где нет собак, появилось больше кошек, там, где нет кошек, появилось много крыс, смотря к чему мы идем с нами. Поэтому наша организация всегда готова помочь им и советам, и, возможно, и сотрудничеством. В коммунальном предприятии, мы сейчас на территории, в котором работали, ловцы имели возможность поучиться. Мы работали с волонтерами, волонтеры могли увидеть, как работают четыре лапы. Куман, барьерский методика. Пять ветеринарных врачей города Николаева изъявили желание поприсутствовать и увидеть именно сам процесс операции. Наши двери всегда были открыты для всех. Но так как пять человек, но зато все равно это, я считаю, какой-то маленький, но это все равно успех. Возможно, в следующий раз будет и больше. Я считаю, что это был очень успешный проект. И спасибо всем, кто присоединился, кто помогал и кто верит, а не тем людям, которые разводили грязь в интернете. Спасибо. Спасибо.